Здоровый сон, сильная эрекция, хорошая работа желудочно-кишечного тракта, цвет волос и глаз. Вот что дает нам загар. Я нахожусь в Сочи на Черном море и хочу вам рассказать чуть-чуть побольше, для чего уже нужно загорать, почему это полезно и как это влияет на наш организм. Есть такой психологический аспект у загара, вы каждый его знаете. Возможно, вы об этом не задумывались, как это работает, но ваш организм точно за вас это правильно считывает. Любой отдых, когда вы находились на природе, у бабушки летом в деревне, когда сами выехали позагорать, когда находитесь на природе в своем загородном доме или поехали на любую тусовку, у вас очень сильно тело и мозг довольствуются тем, что вы понаходились на солнышке, тем, что у вас начался синтез всех ферментов, которые происходят при воздействии солнечного света на кожу человека. И как раз поэтому загар очень глубоко может еще влиять на вашу психику. Один из самых лучших биохакингов лета, которые только возможны, это загар на солнце. Даже не загар в солярии, а чистое излучение от солнца, но которое должно быть очень четко дозированным. Когда мы принимаем кожей ультрафиолитовые лучи, у нас начинается синтез меланоцитами меланина. Это вещество, которое в нашем организме отвечает за цвет кожи, за цвет оболочки глаз и за цвет волос. Когда мы загораем, вот как обычно загорает русский турист, мы приезжаем, в первый же день обгораем полностью, целиком становимся красными и затем ходим еще там неделю облазим, страдаем и нам все плохо. Правильно же загорать нужно, когда вы производите это дозированно. Вот если вы возьмете сразу штангу 200 килограмм без подготовки, когда вы только-только пришли в зал, когда вес вашего тела 60 килограмм, вы можете очень сильно себе навредить. Как говорит мой дед, можно сдуру и хуй сломать. С кожей и с загаром происходит точно такой же процесс. Загорать нужно постепенно. Вы выходите в слабо палящее солнце не в середине дня, не тогда, когда солнце в зените, не тогда, когда оно больно обжигает и более всего проявляется воздействие ультрафиолета на вашу кожу. А когда солнышко плавно еще светит под углом... Да, я вижу велосипедисты, сейчас я, надо миновать их. Так вот, когда солнце совсем еще плавное, тогда вы ходите, загораете и потихоньку, по 3-5 минут дозируете, при этом используя большое количество солнцезащитного крема с показателями SPF 50 и выше. Это самое лучшее начало вашего отдыха. Почему я говорил про эрекцию? Потому что, когда вы загораете, в вашей коже активируются механизмы загара. Ваша кожа заставляет организм больше в себе содержать в кровяном русле оксида азота. И оксид азота, он дает стенкам наших сосудов очень плавную, ровную поверхность, без бугорков, без лишних прилипаний. Снижается вероятность тромбоза. И оксид азота, он отвечает за эрекцию у мужчин, за приток крови. У мужчин это буквально то самое вещество, которое распирает ваш член, а у девушек половые губы, когда вы чувствуете половое возбуждение. Наконец-то прошли музыку. И еще я хотел сказать про то, что азот, он также помогает еще и при доставке кровью кислорода к мозгу. А когда у вас хорошо доходит кислород к мозгу, у вас уходит огромное количество проблем. Потому что как-никак это орган, который задействует во время думательной и мыслительной активности до 33% всей вашей энергии организма и примерно похожий процент затрачиваемого кислорода вообще от всего вдыхаемого. И у вас уходит половина психологических проблем, у вас снижается стресс, у вас намного лучше, что между прочим было подмечено здесь, происходит любое знакомство, любое взаимодействие с противоположным полом, да и тоже со своим, с представителями своего пола, так скажем, для дружбы, для посиделок, тоже отлично происходит знакомство. Люди, которые приезжают с разных регионов сюда на юг, они намного лучше себя ощущают. И вот самочувствие, дух, настроение как раз от всех этих оздоровительных факторов природы очень сильно находится в превосходящей своей точке, поэтому и люди здесь знакомятся легко. Витамин D, в свою очередь, синтез которого усиливается при загаре, который у нас в печени уже преобразуется в активную форму 1,25-холикальциферол, он является также гормоном. Витамин D часто называют гормон D, потому что у него есть выраженная гормональная активность. И, например, по исследованиям, которые я прочел в американской медицинской библиотеке, сказано, что 1,25-холикальциферол является чуть ли не гормоном-анаболиком, который может очень хорошо поддерживать мышечную силу, который очень хорошо сохраняет мышцы во время отдыха. И вот почему как раз, когда вы находитесь на отдыхе в солнечных местах, в солнечной стране, загораете, то очень медленно уходят мышцы, а и то, если вы даже тренируетесь, мышцы нарастают в большем объеме. Потому что напрямую на вашей мышце являет собой функцию гормон D, укрепление, предотвращение различных миодеструктивных проявлений, эластичность мышц и многое-многое другое. Как подметил мой коллега-физкультурник, это будет правильно сказать, для полноты информации, загар также может нести негативные последствия при его перенасыщении. Когда вы точно так же, как с мышцами, перетренировываясь, когда у вас уже переутомление на такой стадии, когда вы не хотите заниматься, вам неприятно идет отвержение спорта. Также есть у кожи с загаром, когда вы много загораете, можно на себе испытать ряд негативных последствий. Такие, например, как перегрев организма, когда у вас нарушается термальный обмен. Такие, как рак, который может вызывать ультрафиолетовое излучение. Поэтому как раз не нужно загорать самые активные солнечные часы. Ну и если есть большие родинки, конечно же, это самые опасные факторы, опасные места на вашем теле, самые уязвимые, которые могут в себе... Во-первых, они и в себе много меланина содержат, но когда там еще гиперфункция этих клеток начинается под воздействием солнца, то это может доходить до неприятных последствий. Конечно же, не по щелчку, но имейте в виду, это тоже может быть опасно. Едьте на море, загорайте, все будет четко. Всех обнялся, смотрите, сколько здесь девушек красивых. Все, выпущу еще видео, всех обнял. Целуй, пока! Продолжение следует...